Дорогие друзья, хочу вам зачитать из первого послания святого апостола Павла Коринфянам, главу вторую. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, что я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз и не слышало уха. И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеком знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира всего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот, дорогие друзья, я не случайно зачитал эту главу, вторую из первого послания святого апостола Павла Коринфянам, чтобы показать, как мы далеки от духовности, от духовного. Потому что мы чаще душевное понимаем за духовное. А другой раз даже, когда объясняешь своим друзьям, близким, родственникам, какие-то вещи, вот из Евангелия духовного, ну, как может человек ходить по воде, да? Мы-то не можем это понять, но мы верим в это. Но в это душевные люди в это понять и представить это не могут. И многие вещи, которым кажется, вот они плачут, ой, как плачут, это им Дух Святой. Святые отцы говорят, не доверяйте своим слезам. Это слезы от тщеславия, от саможаления, от многого всего. Самое главное, чтобы мы не считали себя духовными. А вот читали вот такие послания святых апостолов, без чтения святых отцов, без чтения Евангелия, без чтения святых апостолов, послания их, очень трудно что-либо понять и поверить. И потом нужно читать еще и толкование на послания этих святых апостолов и Евангелия, без этого никак нельзя. Ну, я неподряд все это зачитываю. По мере происходящего у нас в стране, в мире, вот если вы внимательно слушали, то поняли, наверное. Мы часто слышим, да ну, что там, Царство Небесное, там что, телевизора нет, ничего нет, там скучно. Это люди говорят, те, которые вообще ноль, они не имеют никакого понятия о духовности. Конечно, они думают, что в Царстве Небесном тоже так же, как здесь. Зачем тогда нужно было приходить к Христу ради нашего спасения, принять смерть эту на кресте? Зачем? Вот, ну, вот обязательно слушайте и сами старайтесь вникать и читать. Что непонятно, есть толкование святых отцов на послания апостолов и Евангелия. Помоги Господи!